Мы на этнографической выставке «Казачий курень». Вот где с каждым часом людей становится все больше и больше. Тут яблоку негде упасть. И не случайно, ведь именно здесь можно совершить путешествие в прошлое и посмотреть, как жили наши предки много лет назад. Кажется, в Северном парке ожили картины многовековой истории Кубани. Выставки куреней в нашем районе давно стали традиционными. И каждый раз люди приходят сюда, с интересом знакомятся с предметами старины и укладом жизни казаков. Рыбка плавает. Ребенку нашему колодец очень понравился. Идем дальше смотреть. Очень классно, очень красиво все. Борщи, пирожки попробовали. Возле рыбок. Ну, в общем, все понравилось нам. Такое чувство, как будто вернулись в прошлые века. От детства к бабушке и так далее. Очень хорошо. Молодцы. Я думаю, у каждого человека останется впечатление от этой выставки до следующего года. Каждое поселение постаралось воссоздать казачий быт старины, начиная от деталей интерьера до блюд кубанской кухни. У куреней гостеприимные хозяева встречают и угощают гостей. Хочу угостить вас нашим кутровским парамом. Отвиды это, пожалуйста. На то, чтобы соприкоснуться с культурой нашего богатого прошлого, у славянцев и гостей фестиваля три дня. На главной аллее Северного парка все три дня живут казаки из разных поселений Славянского района. По-настоящему занимаются хозяйством, готовят и, конечно же, поют. С давних времен человек охотился за медом диких пчел, разоряя их гнезда. И это занятие сохранилось до сегодняшнего времени. Мед содержит порядка 300 полезных для нашего организма элементов. Это сладкое лакомство – одно из самых главных украшений стола казака. Поэтому пчеловоды на хуторе в особом почете. Вкусить натурального губанского меда можно в подворье рисового сельского поселения. Люди идут постоянно в течение всего дня, с утра до вечера, промежуток времени, через каждые 5-6 минут пробовать наш мед. Люди спрашивают, где пчелы взяли. И как наш пасечник Качканян Владимир Богосович говорит, мед у нас тот, который принесли пчелы. На подворье есть своя пасека с сотами. А ее владелец пчеловодца стажем Владимир Качканян – единственный, кто в рисовом занимается пчеловодством и добывает натуральный мед с прекрасным вкусом и ароматом. В каждом подворье можно увидеть что-то особенное. В Прикубанском свои работы выставили рукодельницы. Здесь даже можно было научиться вышивать. Или просто пообщаться с казаками и спеть любимые народные песни. Среди такого многообразия каждый выбирал то, что больше всего пришлось ему по душе. Председатель районного совета депутатов Григорий Литовко на выставке куреней особенно выделил один из главных народных обрядов. Вот заходишь, например, в любой курень и они воспевают свою жизнь, свой быт, свои обычаи, традиции. Вот в Анастасиевском курене мы увидели ритуал свадьбы. Вот это тоже очень интересно, поразило. Вот здесь как раз и основа представлена и показывает в этом казачьем курене есть хозяин, хозяйка, есть дети, быт, хозяйство и, конечно же, песня. В праздник встречают гостей по-славянски тепло. Многие из них приезжают на фестиваль не в первый раз и уже стали поклонниками этого культурного события. И с нетерпением будут ждать еще одной возможности почувствовать себя хотя бы на некоторое время настоящим жителем казачьей станицы. Рузанна Ефремян, Георгий Калинин, Павел Трифонов. Специально для дневника фестиваля «Славянск-2013». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова